Добрый день, уважаемые учителя, меня зовут Кравченко Игорь, я являюсь преподавателем компании SkySmart, веду общество знания, готовлю детей к ЕГЭ. Несколько раз я уже вел стримы для вас, но сегодня в новом формате, и сегодня у нас еще необычная тема. Необычная для меня тема, потому что я специализируюсь на подготовке к ЕГЭ, именно на подготовке ко второй части экзамена, так как являюсь экспертом комиссии по проверке ЕГЭ. Но вы после моих стримов постоянно задавали вопрос, как работать со слабыми учениками, как их подготовить. Я с такой темой никогда не выступал, хотя я имею опыт подготовки таких детей, работаю в школе с 2013 года, в каждом классе, каждый год среди выпускников такие дети имеются. И поэтому постарался для вас сегодня вобщить свой опыт. Может быть, он вам покажется достаточно радикальным, но я считаю, что если у нас особая ситуация, если у нас мало осталось времени для экзамена, и если все 11 лет старые метки не работали, то мы можем попробовать применить что-то новенькое. Я еще постарался как можно сильнее расставить акценты, подчеркнуть каждое свое утверждение. И еще раз повторю, это лично мой подход, мое мнение, и на самом деле он имеет результат, именно результат моих детей в школе это доказывает. И начнем с пяти компонентов. Я структурировал всю информацию, пытался структурировать в пять компонентов, которые учитель должен отслеживать, работая со слабыми учениками. И это диагностика, мотивация, материал, тренировка и контроль. Начнем с диагностики. И вам в своей работе я рекомендую начинать именно с диагностики. Мы привыкли, причем под диагностикой, мы понимаем контрольные работы, срезовые работы, проверка домашней работы и так далее. Я говорю немного о другой диагностике. Это диагностика способностей. Уровень знаний, конечно, нам покажет, какие темы западают, какую информацию следует еще изучать, но для работы со слабым учеником нас в первую очередь интересует его способность. Объясню почему. Я утверждаю, настаиваю, что мы в такой работе можем использовать только те инструменты, которые у ученика уже есть, то есть только те способности, которые он уже имеет. Объясню на примере. Если ученик плохо запоминает теорию, не может заучить параграф, не может зубрить, например, то мы и не имеем права его заставлять это делать. Если он 11 лет не учил, то последние два месяца 11 класса он не станет ничего учить, он просто не способен к этому. Если он никогда нормально не делал самостоятельно домашние задания, если он всегда у кого-то списывал, то и здесь нам не стоит надеяться, что он станет это делать хорошо и самостоятельно. Проверяем все, насколько он хорошо запоминает теорию, насколько он разбирается с тестами, может ли он выполнить что-то самостоятельно, может ли он давать развернутые вопросы. И, например, если он это делать не способен, то мы сразу откидываем, например, вопрос номер 20, на него даже не тратим время. Здесь очень важный момент. Не стоит заставлять ребенка делать то, что он не умеет или не делал. Мы смотрим, на что он способен и пытаемся использовать только эти качества для подготовки к экзаменам. То есть, если он домашнюю работу никогда не делал нормально, то и не следует настаивать на этом в конце 11 класса. Значит, мы полностью переносим все обучение в школу. То есть, вся работа с ним строится только в рамках урока или дополнительных каких-то занятий. Если он не может учить большие тексты, то мы их и не учим. Мы тренируемся, например, на тестах. Если он не умеет, не понимает, например, экономику реальную, не умеет приводить примеры из реальной экономики, вообще ее не знает, то не нужно пытаться узнать ее за два месяца. Мы просто этот вопрос убираем, тренируемся, тратим время на какой-то другой вопрос. И первое правило – выясняем и играем только на тех инструментах, которые есть у ученика. Второй момент – это мотивация. Мотивация понятна, мы прекрасно понимаем, что такое мотивация. Все это изучали, все с этим работали. Но здесь я также хочу предложить достаточно такой крайний вариант, радикальный. Плохих учеников вообще не ругать, не напрягать, не пугать и забыть вообще такой инструмент, как кнут. Использовать только пряник. Что это значит? Это значит, что нужно фиксировать даже самые незначительные достижения ученика. Я выучил совсем маленько одно определение, три функции. Уже отметьте это. Скажите, что он молодец, скажите, что он движется вперед. У ученика должно возникнуть ощущение, что у него получается потихоньку, помаленьку, но у него что-то получается. Вместе с этим ощущением придет уверенность и придет желание работать дальше. Человек никогда не будет, за исключением некоторых параноиков, человек не будет работать в той сфере, где у него ничего не получается. Он попробует, попробует и бросит. И вот это предмет общества знания должно для ученика стать той областью, где у него что-то получается, где он что-то может сделать. Возможно, он в 11 классе оказался в категории слабых учеников только потому, что у него не было мотивации, ну вы это прекрасно знаете, к учению. Почему не было? Потому что не получалось. Человек испытывал дискомфорт, испытывал отторжение, отвращение, может быть, к предмету, может быть, к учителю, который его постоянно критикует, и не видел смысла работать, не видел смысла тратить туда свое время и энергию. И поэтому я рекомендую вообще не быть жадным на поплаву. Вот у меня правило записано наверху, не будь жаденой. Поддержите его. Если хотите сделать замечание, делайте это очень корректно. Не стоит запугивать, не стоит отбивать, например, ту же самую надежду. А чем, и такой, по своему опыту скажу такой момент, чем больше у человека, у ученика будет уверенности в себе, тем больше положительных эмоций он будет получать от урока или от сделанного даже незначительного дела в обществознании, тем больше времени он тогда будет уделять, больше сил, и в конечном итоге он сможет подготовиться к экзамену. Поэтому со слабыми учениками, как бы это странно ни казалось, я рекомендую в последнем классе, в 11 классе, последние два месяца применять только пряник. Поддержать, успокоить, похвалить, создать ощущение, что он со всем справится. Без этого ощущения он вперед не пойдет. Если вы будете его ругать, то вряд ли будут какие-то эффекты, можете вызвать маму, вводить к директору. Наверняка у него в жизни уже такое было, и это никаким изменениям не привело. Следующее, материал. Тоже может быть, для вас покажется это странным. Я рекомендую выбрасывать, не жалеть. Выбрасывать материал, потому что его очень много. Имеется в виду не весь материал, а большую его часть. Его очень много, поэтому пытаться в последние два месяца или в последний даже год запихнуть в голову ученика весь материал по обществознанию, тем более ученика, который слабый, как мы договорились, который практически ничего не знает, это задача, по-моему, нереальная. И освоить такой большой материал он наверняка не сможет. Если вы будете пытаться все-таки, чтобы он знал все, никто, ни вы, ни он не придет к успеху. Поэтому рекомендую материал по обществознанию ТЕ-82 темы сократить по максимуму. Что это значит? В каждой теме выбрать самое важное. Как понять, что это важно? Раз мы говорим про подготовку к экзамену, это тот материал, который чаще всего встречается в тестах или в заданиях второй части. Или даже, может быть, убрать некоторые темы, которые для него, в принципе, неподъемные, и нечего на них тратить время. Примите то, что слабый ученик сможет освоить только часть материала. Поэтому выберите самую важную часть и работайте с ней. Как у меня показаны рисунки, 20% материала должны дать нам 80% результата. Все остальное мы убираем, сокращаем и не жалеем. Я прекрасно понимаю, что учителям хочется, чтобы ученик знал все. Но вы знаете все, а ученика мы должны принять, какой он есть. Дальше. Этот материал необходимо, конечно, заучить и отработать. Если он дома это сделать не в состоянии, то, возможно, это следует делать во время урока. Если вы пять раз одно и то же скажете, одно и то же спросите у ученика, например, те же самые факторы производства, то он может их запомнить в течение урока. То есть еще про контроль знаний мы с вами поговорим. И, конечно, именно этот материал натренировать на тестах, что также можно сделать во время уроков или дополнительных занятий. То есть еще раз повторю, какая основная идея у меня здесь. По максимуму сократить материал, выбросить все, что ученику сложно, все, что непонятно, например, какой-нибудь политический процесс, который редко встречается и настолько абстрактный, что слабым ученикам сложно его понять и запомнить. Возможно, вы даже сделаете какой-то очень краткий конспект. Знаете, ученики очень радуются, когда ты даешь им 35, например, страниц вордовских, да, А4, и говоришь, что если ты вот это выучишь наизусть, то ты экзамен сдашь. А на этих 35 страницах самый основной материал. Слабые ученики любят легкие задачи. И с этой легкой задачей они, скорее всего, справятся. Если у вас останется время, можете потом добавить еще какие-то темы, дать ему еще пять листьев, сказать, слушай, вот эти темы надо тоже бы выучить. И он их уже гораздо легче выучит, нежели вы дадите ему целый сборник, целую книгу, два учебника по обществу знаний. Большой объем часто отталкивает. Начинаете с маленьких объемов. И короткие конспекты реально радуют учеников, они с удовольствием их учат, даже слабые. Дальше. Также, помимо, ну вот важные темы, да, такие. Я считаю, что важной темой является раздел права, потому что по нему больше всего вопросов. И в праве раздел конституции. По конституции точно три вопроса. 12, 13 и 23. И конституция, все-таки это материал ограниченный достаточно, его можно выучить. Как бы сложным ни казалась работа с конституцией, у меня был стрим, посвященный этому, но ее можно выучить. Можно проработать, даже если не выучить, можно так построить с ней работу, дать различные упражнения, чтобы ученик с разных сторон посмотрел, пробежался, поискал. Можно сделать групповую работу с конституцией. В общем, приемов очень много, и этот материал можно освоить. Я считаю, что его нужно осваивать. Я вообще про какие вопросы нужно выбрать, я вам еще скажу. По-моему, следующий слайд. Федеративные устройства органов государственной власти. Этот вопрос точно попадется. Это 13 вопрос. Эти темы точно должны знать ученик. Тоже материала много, но натренироваться здесь вполне реально. Кстати, слабые ученики лучше осваивают именно эту теорию, просто решая вопрос номер 13. На разных сайтах много вариантов этого вопроса. Простым прорешиванием вопроса номер 13 он постепенно понимает, что все-таки делает Госдума, что делает президент и так далее и тому подобное. Но в любом случае конспектом это снабдить надо. Можно эту информацию переработать. Опять повторюсь, стрим у меня посвященный этой теме был. Следующая. Рынок, рыночный механизм. Тему, которую точно должны знать все, особенно неценовые факторы спроса и предложения. Это всего лишь две таблички. Распечатывайте две таблички. Неценовые факторы спроса, неценовые факторы предложения. И говорите, что если ребенок это выучит, он точно ответит на 21 вопрос. Конечно, потом 21 вопрос можно потренировать. Кстати, тоже моя практика показывает, что одного урока достаточно, чтобы научить отвечать ребенка на 21 вопрос. Какой бы слабый он не был. В принципе, со слабыми учениками можно провести повторно. Кто что не понял. Но этот вопрос нам принесет 3 балла, и его достаточно быстро можно освоить. А если говорим про вопросы для слабых учеников второй части. То есть, надо четко обозначить ситуацию, что сдать экзамен только за счет тестов нельзя. Некоторые думают, что вот я тесты решу, а вторую часть писать не буду. Невозможно. Тест надо сдать очень хорошо для того, чтобы набрать проходной балл только на основе тестов. Для слабого ученика это нереально, потому что он мало знает по общепознанию. Поэтому он точно должен выполнить часть вопросов во второй части. И, на мой взгляд, самые простые вопросы это 17, 21, 22, 23. 23 немного ниже поставил. Сейчас скажу почему. 17 найти в тексте. Это делают практически все. Но в любом случае это требует тренировок. Пускай он купит сборник и тренирует по тексту ответ на 17 вопрос. 21 график уже сказал, что это достаточно быстро делается. 22 вопрос задачи. Практика показывает, что на 22 вопрос дети очень часто отвечают. В принципе, большой процент тех, кто набирает 3-4 даже балла здесь. Потому что он просто по формулировке. Там просто надо написать какие-то элементы теории, найти ответ в самом абзаце, который там дан. И его также можно потренировать, используя тему. Я выделил для себя несколько тем, которые чаще всего попадаются в вопросе 22. Вот список тем. Можете их изучить с учениками отдельно, специально проконтролировать их знания именно по этим темам. Самые частые темы в вопросе номер 22. Даже готовясь по этим темам к вопросу 22, он что-то подчеркнет для себя для других вопросов, для тех же самых тестов. И конституция. Конституция. Многие считают, что это сложно, но я настаиваю, что это вопрос, к которому реально подготовиться даже за неделю. Даже за неделю. Перелопатить всю конституцию, поупражняться, порешать и хотя бы пару баллов набрать. Дальше. Четвертый компонент – это тренировка. Интересный такой момент. Наверняка сами это замечали. Дети, которые плохо осваивают теоретические знания, они достаточно легко поддаются тренировкам. Ну, например, он лучше всех марширует. Он хуже всех понимает математику, знает историю, но зато он лучше всех марширует на 9 мая. Используйте этот момент. Уделяйте большее время тренировке. Тренируйте тесты, тренируйте вопросы. Если он с трудом учит материал, то он может его освоить просто прорешивая вопрос. Но, опять-таки, если ученик слабый, то имейте в виду, что он знает только то, что прорешал с вами. Дома он наверняка это делает спустя рукава или не будет делать, либо не будет понимать и не захочет разбираться. Поэтому уделяйте больше времени на тренировки, на уроки. Можете даже разделить класс, что на дополнительные занятия входят только слабые ученики, а основные тренируются сами. Тестов много не бывает, такое правило. И вот за четыре дня до экзамена. Что это значит? Это чисто мой лайфхак. Он у меня, может, даже первый раз получился случайно. А потом я стал его использовать везде и всегда. Интересный момент. Если вы за четыре дня до экзамена, после, например, пятого числа у вас сдали математику, девятого будет сдавать общество. У вас есть промежуток между этими экзаменами. Последние три-четыре дня. Если в эти последние три-четыре дня вы приглашаете слабых учеников в школу и вместе с ними прорешиваете два, три, а то и четыре часа все тесты в разнобой, по разным темам, разные типы вопросов, именно тестовую часть. Просто сидите и три часа нарешиваете тесты. Это повышает итоговый балл учеников на 10, а то и на 20 баллов. И слабые ученики потом с удивлением видят свой результат в 65 баллов и очень сильно этому удивляются. И не понимают, как они такого добились. Очень важный момент. Не дома они это должны решать. Не самостоятельно. Вы должны сами с ними обсудить, прорешать, указать ошибки, указать правильные вопросы, облегчить им жизнь. И, конечно, они потом забудут все это, также через четыре дня. Но к экзамену они это помнят. Пятый момент – это контроль знаний. Ученик, слабый ученик вряд ли сможет себя сам контролировать. Поэтому рекомендую вам ввести контроль знаний каждого слабого ученика индивидуально. То есть понимать, кто у вас что знает. Может быть, спрашивать отдельно в начале урока, в конце урока или после урока. Может быть, вы ставите какую-то табличку по разделам для каждого ученика. И отмечать, на какой вопрос он сможет ответить, на какой не сможет. И в итоге подсчитать, с каким баллом он сможет выйти у вас на экзамен. Получается, что здесь нужно взять на себя немного ответственности. Не просто ругать, пугать, ставить бойки, а контролировать его знания как свои. Вот, в принципе, пять важных компонентов. Они работают все вместе. Контроль, мотивация, диагностика, работа с материалом и тренировка. Если у вас получится стать добрым учителем для ученика, если получится сделать примет общества знания легким и поселить ученика уверенность, что он этого сможет добиться, то у него появится сила, энергия и желание что-то сделать. Хотя бы немного продвинуться и получить заветный проходной балл. Если у вас слабые ученики в классе, ну вот опять те же самые пять пунктов, которые я вам говорил, что значит дело незаметно? Еще одно интересное правило. Я имею в виду, что не стоит превращать обучение для слабого ученика в последние два месяца в кошмар какой-то или в мучение, в пытку. Ученик в этот момент должен страдать меньше, мучиться, страдать и бояться. Делайте это спокойно. Он не должен чувствовать какую-то нагрузку чересчур серьезную. Используйте инструменты, которые у него есть и играйте на них, может быть, даже без паники и какое-то напряжение. Если у вас индивидуальные занятия с учеником, тоже практика показывает, что здесь главное общение. Ученик запоминает именно то, что он обсудил с вами. То, что он делал дома сам, слабый ученик чаще всего не помнит. А вот то, что вы ему сказали, он это запомнит. Они вообще любят выезжать именно на устном восприятии информации, не читая дома, учебник не делая домашку, чтобы хотя бы на троечку, они пытаются запоминать то, что вы говорите. Ну и тем более у них голова, голова-то чистая от всякой ерунды, поэтому они достаточно легко усваивают информацию. Поэтому то, что вы проговорили, то, скорее всего, он не запомнит. Если ученик мотивирован, разделяем ответственность, говорим, что ты делаешь самостоятельно первый, например, второй раздел или первый и третий раздел, они легкие, а со мной мы будем делать сложные разделы или сложные вопросы. Если ученик способный, то здесь достаточно дать совета. Просто он, может быть, не занимался общество знанием, вдруг решил задавать. Поддержите его своими советами, рекомендациями. Возможно, здесь ваше вмешательство и контроль необходимо в меньшей степени. На этом я заканчиваю. Мое время как раз подошло к концу. 20 минут. Желаю удачи вам и вашим ученикам в подготовке к экзамену. Экзамен уже скоро. И я уверен, что его можно сдать даже слабым ученикам. У меня был случай, когда ученик пришел ко мне 25 мая. Он был на домашнем учении, и он даже не знал, как выглядит Ким. Он не знал ничего абсолютно из теории. Экзамен был 15-го в прошлом году, по-моему, если я не ошибаюсь. В общем, у него оставалось 20 дней для того, чтобы подготовиться к экзамену с нуля. И он это сделал, и он набрал 56 баллов. Для его мамы это было, конечно, чудо, удивление, но мы работали индивидуально. Плюс ко всему мы встречались всего лишь два раза в неделю. За счет чего это было сделано? Это было сделано за очень точной диагностике и за счет очень точных рекомендаций. Я ему говорил, например, что все, больше ты вторую часть не занимаешься вообще, а следующие два дня ты просто решаешь тесты на сайте. Прорешиваешь как можно больше тестов. Даже вот такие случаи ученики задавали, хотя стартовали с нуля 25 мая. В общем, все возможно, все реально. Желаю вам удачи в вашей профессиональной деятельности. До свидания. Продолжение следует...